Привет, друзья! Сегодня мы с Аллой расскажем вам о такой злободневной, до сих пор, на удивление для нас темы, как калории. Об этих ужасных и пугающих калориях, особенно тех, кто хочет похудеть. И самый часто задаваемый вопрос, как правильно считать калории из сухой пищи, из сухого продукта, либо уже из какого-то приготовленного блюда. Почему люди сбиваются, почему людей напрягает такое? Почему вообще-то вопрос возникает. Потому что многие видят, к примеру, если вы готовите крупы, возьмем 100 грамм крупы и сварим ее. В зависимости от количества воды, крупа, естественно, станет больше. И люди думают, что количество калорий изменилось в большую сторону. Это неправильно. Как было там определенное количество калорий, так оно и осталось. Просто стало больше самого продукта. Калории могут увеличиваться только от ваших предпочтений в готовке. Если вы готовили на воде и на молоке, это, естественно, будет уже разное количество калорий. А если масло добавите туда еще, то, соответственно, будет другое. С мясом, к примеру, и с овощами совсем другая ситуация. Если вы возьмете 200 грамм мяса, приготовите его, неважно как, то оно уменьшится в объемах. И люди, соответственно, думают, что там становится меньше калорий. Это тоже не так. То количество белка, которое было в свежем мясном продукте, оно останется и в приготовленном. Вот это нужно понимать. Но люди этого не понимают и, естественно, совершают ошибки. Алла уже считает калории больше 5 лет. Она, как практик, вам сейчас расскажет, что, как правильно делать, какие существуют программки, как она сама это делает. Единственное, что я хочу вам сказать, что вы действительно должны знать и понимать, что сухой продукт и приготовленный продукт отличаются только по объему и по гликемическому индексу. К примеру, если вы скушаете свежие овощи, это будет гораздо лучше, гораздо полезнее, чем если вы их приготовите, потушите, там, неважно как. Особенно морковка и свекла. Морковка и свекла превращаются в инсулиновые бомбы после того, как вы их обработаете. Поэтому любителям винегрета ни в коем случае нельзя есть, добавлять в винегрет в вареную свеклу, морковку. Насколько я знаю, можно делать... Да нет, можно, просто не на ужин это кушать. Все, как бы, это можно, это все полезно, просто это нужно кушать, как, например, фрукт. После тренировки. После тренировки, в первой половине дня. То есть соблюдать правила распределения пищи во времени в сутро. Но если вы и ваша основная задача это похудение, избавление от лишних накоплений жировых, то я вам рекомендую есть такие продукты только после силовой тренировки. Больше никогда. И фрукты не есть в течение дня. Это будет вам очень сильно мешать. Ну а сейчас послушаем, мама расскажет нам, как правильно считать калории. Из моих слов вы должны были понять, что проще вам считать все из сухой неприготовленной пищи. Наверное, проще, но не всегда это возможно. На самом деле, немножечко поправлюсь, что я не считаю калории как таковые. Я считаю КБЖУ, пресловутая. Нет, БЖУ. То есть я считаю белки, жиры и углеводы. И именно поэтому я пользуюсь вот этими программками, о которых я сейчас расскажу. Потому что как раз таки там имеется возможность посчитать отдельно. Посмотреть, сколько ты съела белков, сколько ты съела жира, сколько ты съела углеводов. Потом оно, конечно же, все суммируется в калории. Но общий калораж для меня это вторично. Для меня важно соблюдать именно вот эти пропорции. Почему так? Потому что для меня важно съесть определенное количество белка. Потому что я активно занимаюсь, мне нужно дать мои мышцам питание. Для меня важно съесть не меньше определенного количества жира, но и не перебрать его. Потому что съесть мало жира, это тоже очень плохо. Особенно для женского здоровья. С углеводами это у меня вообще отдельная тема. Иногда я ем их ровно, иногда я их ратирую. То есть я в какой-то день могу есть 50 углеводов, если у меня выходной. Какой-то день, например, сегодня у нас была тяжелая тренировка модела Ристановой. Я могу съесть за 100 углеводов или 100-150. Поэтому я не могу не считать. Это очень тяжело понимать, сколько бы действительно села. Считаю я действительно давно. Скажу честно, откуда это началось. Когда-то это началось с ролика на ютюбе Дениса Семенихина. Я тогда еще жила в Украине. И мы с мужем как бы начали во всем этом разбираться и пробовать читать. И мы сразу нашли программку. Это инсталляшка, которая подходит и для айфона, и для андроида. Их несколько. Лично я пользуюсь FatSecret. Она называется. Я думаю, что Егору потом я дам название в своих программах, чтобы вам было их проще найти. В описании к ролику. В описании к ролику заходите, смотрите. Просто я дам три. Это программки, которые проверены либо мной, либо моей напарницей Элой. То есть я лично пользуюсь FatSecret, Элой пользуется MyNetDiary. И мы просто знаем, что самая популярная, самая легко доступная, у них очень большая база продуктов. Программа называется MyFitnessPack. Точно так же мы даже со своими клиентами иногда работаем. Проще, когда человек вводит продукты в эту программу. И ты сразу видишь вещи. И ты сегодня на рацион, если ты помогаешь человеку разобраться с его питанием, то это гораздо проще. Теперь, как я считаю, да, в сыром виде или в вареном виде, в готовом виде. Честно скажу, по-разному. Егор просил, я вот, наверное, приведу это на практических примерах, да, чтобы было понятно. Во-первых, эти программы вам позволяют ввести продукт как в сухом виде, так и в сыром. Как в сыром виде, так и в готовом виде. Поэтому с этим проблем там нет. Я могу ввести гречку сухую 40 грамм, могу ввести гречку вареную на воде без добавления жира 150 грамм, к примеру. И там уже питы все калории, белки, жиры и углеводы. И вот почему я, например, в Масселле выбираю Фед Синвит и Майдаре. Майдаре, потому что там есть возможность посмотреть еще, сколько сахара в этом продукте. И сколько, вот на английском это называется, нет капс, если подскажешь мне. Ну, в общем, скажем так, комплексных углеводов, да, именно. Потому что есть еще клетчатка, которую, как мы знаем и называем, она там по-другому работает сейчас, не об этом. В общем, сколько мы съели именно комплексных углеводов. То есть, если бы уж там совсем продвинутые пользователи, то есть даже такие возможности. То есть, в вареном или в сухом виде возьмем, например, кашу. Если я готовлю овсянку на себя, одну порцию, у меня уже есть черпачок, в котором я знаю 30 грамм этой овсянки. Я беру себе один черпачок в сухом виде, заливаю кипяченой водичкой, все. У меня получается порция овсянки в сухом виде, я ее ввожу в программу. Если я варю кастрюльку гречки, которую буду есть не только я, а мой муж еще, например. У нас с ним порции разные. То есть, моя порция за раз гречки это 100-140 грамм. Это уже приготовленный. Да, теперь мы говорим про приготовленный. То у него порция за раз гречки это 250 грамм. Соответственно, мне сварить в сухом виде и разбить это все потом на разные по весу порции сложно. Поэтому я гречку в сухом виде не меряю. Я варю себе там, например, 2 стакана. И потом отмеряю свои 140 грамм себе или 100 в зависимости, как мне надо. И 250 грамм четко нужно. А твоя программа помогает тебе как раз понять уже, да? Сколько? Да, да. То есть, вот я просто как пример, овсянку, например, у меня на завтрак была овсянка, на обед у меня гречка. Я в программку на завтрак вожу 30 грамм овсянки в сухом виде, на обед я вожу 140 грамм гречки в вареном виде. То есть, это вообще не важно. Посыл как бы сегодняшнего нашего ролика, то что я хочу до вас донести, делайте так, как удобно вам. И мы уже с вами, слава богу, в 2018 году есть куча инструментов, которые облегчают жизнь. Не надо там иметь на себе эти каплицы, клеить их на холодильник. Эти программки бесплатные зачастую, что на Android, что на iPhone. Пожалуйста, устанавливайте, пользуйтесь. Там есть функция, они сохраняют то, что вы едите. Поверьте, мы едим плюс-минус одно и то же. А ты уже просто знаешь в большем случае, где что и как. Да, да, конечно. Просто дать ли я вам могу сказать, что я, например, вот сколько лет я это уже ела, я не всегда вожу прям все, что я ем. Объясню почему. Например, я четко знаю, что у меня приемов белка в день 3, да, больших, по 25 грамм белка. Я ел плюс-минус одни и те же продукты, из которых я беру белок. Я уже знаю, я могу это не вводить. Я веду, проверю, если я вдруг пошла в ресторан и заказала себе шашлык из баранины. Я не совсем могу помнить сочетание там баранины по белкам жира, потому что я не каждый день ее ем, я ее еду, чтобы проверить. Но если я ем регулярные продукты, я их могу уже не вводить. То есть я четко всегда ввожу продукты, содержащие жиры, потому что это очень важно. Я четко всегда ввожу продукты, содержащие углеводы, но тем более, когда я их ем разное количество в разные дни. Если я знаю свои порции белка, я ем одну и ту же куриную грудку, индейку, яйца. Я каждое утро ем одно яйцо, два белка. Ты уже знаешь, что я ввожу. Да, я ввожу только яйцо, чтобы посчитать 5 грамм жира и желтка. Вот на этом. То есть я себе упрощаю жизнь. Поэтому я говорю, что общий ковараж я, собственно, не считаю. Но если вам это нужно, если вам это интересно, если вас для этого уталкиваетесь, там есть такая возможность. Современные программы позволяют вам делать это очень просто и быстро. Самое главное понимать, что 100 грамм сухого продукта и готового продукта, если вы взвешиваете, это разные вещи. Но если вы 100 грамм продукта сварили, вы можете уже не взвешивать второй раз. Да, потому что если вы это съедите за раз, вы точно должны быть уверены, что сколько было в сухом продукте калорий, столько же останется в приготовленном. И это же касается и белков, жиров и углеводов. Так что, друзья, не стоит переживать. Если вам действительно нужно считать, считайте. Просто делайте поправки на то, считаете вы вес из сухого или из приготовленного продукта. Вот и все секреты. Еще одну тему хотела осветить можно? К сожалению, пропал ролик, но как-то мы с Егором готовили тыквенный пирог. Рецепт его есть под тем роликом. Я хотела просто рассказать, как я, например, делаю в таких случаях. Вот тыквенный пирог, очень много ингредиентов. Как его посчитать? Потому что особенно знаю... Ты меня перебила, потому что вот как раз-таки у девочек возникает вопрос, а как посчитать, к примеру, борщ или суп, где очень много всего разного. Вот как ты это делаешь? Ну давай на примере пирога, да, или несколько борщосов. Не важно, как удобно. Тут я беру все компоненты этого самого пирога. И ввожу их как один продукт в программу. Программка тоже имеет возможность показать вам ваш продукт. То есть вы можете выбирать, как из вас заданных программки. Там оно уже все забито. Причем, ребят, там забито даже дворок простоквашина. Не знаю, там греческий йогурт. Все, что вы можете и не можете найти. Слоряночка. Не переживайте. Но этих программ, не бывает такого, что какого-то продукта нет, но это очень редко, просто часто их у них достаточно обширная база. Так вот, есть там возможность создать свой новый продукт. Я ввожу все, что будет у меня в этом пироге. Три яйца, полстакана овсяной муки, столько-то тыквы, столько-то яблок. Я все это ввела. Получила общую, да, общий колораж и такие же природы этого полного пирога. Вот сколько я бы его, если бы я съела, я съела, все это за раз, да. Получила, например, давайте сейчас в калориях, просто чтобы было проще. Получила, например, 1600 калорий. На весь пирог. На весь пирог, да. Потом я этот пирог приготовила, он остыл. И я понимаю, сколько я хочу за раз съесть калорий. Наверное, 200. Я беру и делю этот пирог ровно на 8 частей. Сразу готовый. Я его разрезаю вот так вот на 8 частей. И я понимаю, что в одном пасочке у меня 200 калорий. Точно так же я на 8 частей делю белки, жиры и углеводы. Это все очень просто. А как у нас с большим сухом? Или на половнике? Делается следующим образом. Опять же, давайте на примере супа. Продукты считаем все, кроме воды, естественно, да, потому что вода не с вами умеет. И я еще честно признаюсь, я не считаю овощи, которые не крахманистые, которые содержат очень много клетчаток. То есть, например, я не буду вводить лук, я не буду вводить шпинат, если это шпинатный суп. Я не буду вводить какой-то сельдерей, лук, мурей. Вводите те продукты, которые вас в данный момент интересуют, из которых вы варите суп. Взвешиваете перед варкой пустую кастрюлю. Взвесили. Запомнили, кастрюля, например, весит 500 грамм. Сварили суп. Получился суп, супом кастрюля весит 1500 грамм. То есть, вы поняли, что вес вашего супа 1 килограмм. А вы посчитали все продукты, которые ввели, и вы понимаете, что на 1 килограмм супа у вас, допустим, те же 1500 калорий. Потом также положили. Соответственно, тут уже даже проще. То есть, вы можете взять себе 200 грамм супа, понять, что там будет 1 пятое, то есть 300 калорий. Хотите мужу положить чуть больше, взвесили ему, допустим, 300 грамм супа, тогда это уже будет, сколько там, 450 калорий. На самом деле, все очень просто, действительно. И кому это нужно, это не будет вызывать затруднений. Единственная одна поправочка. Все это касается только тех продуктов, которые вы приготовили сами. Потому что, если вы купите что-то в магазине или где-то будете кушать в ресторане, вы никогда не узнаете точное количество никак. Точно не узнаете, но примерно узнаете можно. Примерно можно. В этих же самых программах есть, если говорить про Америку, для тех, кто живет в Америке, есть вообще большинство популярных ресторанов. Там есть капучино Старбакс, там есть бургер из Макдональдса. Это, кстати, вот хорошо помогает, если вы хотите какую-то грязь. Что-то, извините. Из-за ресторана. Сначала введите ее в программу, вам перехочется. То есть мы тогда же иногда с мужем, вот если попадаем в какой-то незнакомый ресторан, где-то на трассе и нужно вот что-то съесть. Я могу зайти, например, там даже в какой-то бургеркинг, в Эндис, посмотреть их салат с курицей, посмотреть калорийность, убрать соус, да, и все у меня нормально складывается. То есть большинство ресторанов даже в России и в Украине впиты. То есть я точно помню, что там, по-моему, был Тануки, например. Когда-то был популярен ресторан Екитория, что ли, он там тоже был. Ну, в общем, они стараются максимально базу расширять, они на самом деле работают, они большие молодцы. Если говорить, например, о пицце, да, вы пришли в какой-то локальный ресторанчик, съели кусок пиццы, что делать, как ее ввести? Там есть просто кусочек сырной пиццы. То есть вы вводите... Усредненную. Усредненную, да. Ну, опять-таки, да, мы говорим об этом, что... Лучше приготовить, лучше сделать самим и съесть то, что вы приготовили сами. Конечно, конечно. Сто процентов, мы все мы люди, все мы путешествуем, все мы где-то находимся в городском режиме. Поэтому, вот, например, у меня сейчас есть чечевичный суп, да, который сварила моя подруга, и я как бы не проконтролировала момент, сколько весила там кастрюлька, сколько весила полная порция супа без кастрюльки, потому что это варила не я, я знаю, что она ничего туда плохого не положила, там только, чечевица, собственно, с луком. Я ввожу в эту программу чечевичный суп. Но это лучше, чем я его как бы не замерю вообще. Это чечевичный суп. Для успокоения вашего. Но это все равно будут очень усредненные. Усредненные, да. Но все равно ты хотя бы будешь понимать порядок, да. То есть, в день, когда у нас такая тяжелая тренировка, для меня на самом деле не так уж критично. Там разница будет 5-10 углеводов на этой вот погрешности, да, на порции на погрешности. Ну, я что-то, девочки, они так многоем. То есть, на моих 200 граммов супа, будет ли, в зависимости от того, сколько там попало воды, будет там 5-10 граммов углеводов погрешности. Поэтому я вполне просто вожу этот чечевичный суп. И, как бы, он у меня посчитан. Так что, друзья, такие вот простые вещи, правила. Спасибо Але, что рассказала. Поделилась нам своим опытом. Повторю, что Алла уже больше 5 лет считает все это. Ижимая. Да. Друзья, если вам нравится ролик, ставьте лайк, пишите, что вам понравилось. Если вам не нравится, не стесняйтесь, ставьте дизлайк. Но обязательно пишите, что вам не понравилось, с чем вы не согласны. Если не хотите выглядеть троллем и хейтером. И, если у вас есть какие-то интересные темы, вопросы, которые вы хотели услышать, чтобы мы обсудили в следующих роликах, обязательно пишите, и мы это сделаем. Всем пока. Сейчас еще одна минутка рекламы. Если у кого-то есть вопросы по этой теме или по любой другой, сейчас шел прямой эфир на нашем канале с Эллой внутри Кабани, вы можете заходить туда, поставлять вопросы, или просто писать нам в директ, в личку. Мы с удовольствием отвечаем, общаемся. И если вы нам, опять же, подскажете, какие темы вам интересны, то мы с удовольствием их тоже обсудим в фильмах эфира. Всем пока. Пока. Будьте здоровы.